Кассета 2 Стоп православной церкви Иоанн Кронштадтский Всенародно чтимый пастырь и праведник Страница 332 В конце литургии отец Иоанн произнес прочувствованное слово, после чего благословлял молящихся во множестве переполнивших небольшой храм. Посетив затем некоторых больных и знакомых, высокочтимый пастырь со скорым поездом Московской-Казанской железной дороги в 1 час 20 минут дня выехал из Москвы в Самару, замечательное пребывание великого праведника отца Иоанна и среди сонма нижегородских пастырей. 3 октября текущего года Нижний Новгород посетил отец порта Ирея Иоанна Ильича Сергия, в север России знаемый настоятель Кронштадтского Андреевского собора, сильной благодатью Божией пастырь-молитвенник. Преосвященный Назарий епископ Нижегородский воспользовался кратковременным посещением многоуважаемого пастыря, собрал городских священников в своих покоях и просил отца Иоанна побеседовать с ними. В 6 часов вечера из внутренних покоев вместе с владыкою вошел в зал отец Иоанн и низко кланяясь к собравшемуся духовенству сказал «Здравствуйте, досточтимые отцы и братья сапастыри!» Перед нами стоял благообразный старец, лицо его ясное, открытое, приятное, сердечно улыбающееся, именно благодушно, мирное, благодатное лицо. Светлые, доверчивые, ласковые глаза, твердая, уверенная речь привлекли наше общее внимание. В отце Иоанне ничего нет болезненно-нервного и никакого электричества или магнетизма, которыми, как говорили и даже писали, он так сильно действует на слушателей и даже исцеляет больных. Этого совсем в нем нет. Это самый покойный, ровный, жизнерадостный, смирный и предупредительный служитель Христов. Он говорил с нами, сидя, опустив голову. Речь отца Иоанна не блещет сравнениями, вообще риторическими украшениями, простая и искренняя, но настолько сильная верою и убеждением, что к нему вполне приложимы слова святого апостола Павла. Проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Представив нас отцу Иоанну, владыка просил его, просил поделиться с пастырями в веренной ему епархии, своим многолетним пастырским опытом, поучить нас, как и чем можно благотворно воздействовать на сердца пасомых в делах веры и нравственности. Внимательно выслушав преосвященного, отец Иоанн сказал приблизительно следующее. «Доспочтимые отцы и братья, сопастыри, вы сами, как вижу, люди, украшенные сединами, значит, сами богаты опытом жизни. Мне вас нечему учить. Но так как вы спрашиваете меня, как я достигаю благотворного действия на сердца людей, то я вам скажу. Я стараюсь быть искренним пастырем не только на словах, но и на деле, в жизни. Поэтому я строго слежу за собой, за своим душевным миром, за своим внутренним деланием. Я даже видну дневник, где записываю свои уклонения от исполнения закона Божия. Поверяю в себя и стараюсь исправляться. Я целый день в делах, с утра и до поздней ночи. Своё пастырское служение я совершаю не только в Кронштадте, но приходится часто путешествовать для этого по разным местам России. Меня осаждает каждый день просьбами, так что иногда мне тяжело и не хочется, но я делаю, стараясь удовлетворять всех просителей. Где бы я ни был, особенно в Кронштадте, я каждодневно сам совершаю литургию и искренне, сердечно, усердно и благоговейно приношу святую бескровную жертву Богу о грехах своих и всех православных христиан. Молящаяся видит и чувствует моё искреннее благоговейное служение и сами проникаются святыми чувствами и молятся усердно. За каждой воскресной литургией я проповедую живое Слово Божие. В моих поучениях изображается моя внутренняя жизнь, моя душа. Я беспощадно караю грехи, пороки и страсти человеческие, обличаю заблуждения сектантов и раскольников. Благодарение Богу я сам вижу плоды своих пастырских трудов. В Андреевском соборе, а он большой, народу бывает тысяч до пяти, и всё это множество слушает меня, как один человек, никакого шума, толкотни. Глаза всех устремлены на меня. Когда я выхожу из храма, меня с любовью окружает народ. Все сияющими лицами у всех видно благодатно-радостное настроение. Всё это плоды моей молитвы и проповеди. Извините меня, достачи мои пастыри, что я говорю так о себе. Боже, сохрани меня, чтобы я говорил это для самохваления. Боже, упаси! Нет! Не я все это делаю, а благодать Божия почивающая на мне, священники. Меня часто приглашают для молитв в богатые и знатные домы, где много жертвуют. Этими средствами я делюсь с нищетой, которой так много стало в наше время. Я посылаю свои лепты в учреждения и в бедные церкви. Делюсь с собратьями, пастырями и вообще бедными людьми. Кроме всего, мой доверенный ежедневно подаёт из моих средств тысяч... тысячи бедняков на хлеб, но я должен сказать, что я не всем подаю. Пьяницам вообще, кто надеется только на свои ноги, попрошайничает. Таким я не подаю. Ко мне часто приносят больных, так называемые бесноватых, и просят, чтобы я помолился о них. В этих случаях я действую простотой своей веры. Обыкновенно подобные больные очень беспокойны. Когда их приводят ко мне, то они плюются, пинаются и при этом всегда, как замечено мной, закрывают свои глаза. Но я приказываю открыть глаза. И так как больной не открывает, то я настойчиво требую «открою глаза», и при этом сам устремляя на него свой взор. Больной, наконец, открывает глаза, а я, смотря ему в глаза, говорю «Именем Господа нашего Иисуса Христа запрещаю тебе дух нечистый, выйди из него» и благословляю больного. Больной успокоится, начинает молиться, и я приобщаю его. О, братья! Нам много дано от Господа Бога благодати, и если мы сохраним этот дар Божий, то мы непобедимы. Вот, досточимые пастыри, так я служу для славы Божией, для прославления Церкви Христовой и распространения веры православной. Все это говорю вам искренне, как со пастырем, и по вашему желанию для пользы пастырского служения Святой Церкви и Отечества нашего. Около двух часов беседовал с нами досточимый отец Иоанн, а мы готовы были, кажется, всю ночь сидеть с ним и слушать его благодатное слово. К сожалению, в девять часов вечера неутомимый пастырь Христов должен был оставить нас, поэтому нам нужно было расстаться с досточимым отцом Иоанном, который со всеми нами, прощаясь, расцеловался, говоря «Освящающий и освящаемые от единого все, дадим досточимые сапастыри друг другу, братское лапзание». Следствие неоднократных просьб, летом 1890 года дорогой батюшка посетил Харьков. Весть о скором прибытии отца Иоанна в город быстро облетела все соседние веси и селения. Когда и отец Иоанн еще был далеко от Харькова, народ выходил навстречу ему в громадном количестве. В ближайшей же станции к Харькову были битком набиты народом, еще задолго до прихода поезда с дорогим гостем. Отцу Иоанну всюду приходилось выслушивать массу просьб, причем многие усердно и убедительно просили его посетить их. Между прочим, отец Иоанн был приглашен к одному из харьковских помещиков, Рыжову, крестить ожидаемого младенца. Рыжов встретил отца Иоанна в Курске и услышал от него замечательные известия. В минувшую ночь почтенный пастырь видел сон, будто у Рыжова родился сын, был крещен и назван Борисом. Этот сон исполнился в точности. Но вот и Харьков. На вокзале до того было многолюдно, что Жизнодорожная администрация вынуждена была для охранения отца Иоанна от давки. Отцепить его вагон и, переведя вагон на запасной путь, прицепить к поезду, отходящему в Полтаву. На ближайшей от Харькова станции Рыжова вагон был отцеплен, и отец Иоанн, сопровождаемый несметной толпой народа, отправился в имение Рыжовка. Здесь для него был приготовлен в саду дом-особняк на все время его пребывания в Харькове. В первые дни дорогому батюшке жилось в Рыжовке относительно тихо и спокойно. Но что началось совершаться здесь через два-три дня, трудно передать. Надо было самому быть свидетелем пребывания отца Иоанна в Рыжовке, чтобы иметь полное представление о том, что там в эти дни творилось. Народ толпился везде и всюду. Он наполнял даже и сад. Цветы и клумбы в саду были потоптаны и стерты с лица земли. Вместо отдыха для отца Иоанна начались те же трудовые дни, какие он проходил в Кронштадте, Петербурге и в других местах, где ему приходится бывать. За время пребывания отца Иоанна в имении Рыжовка у него успело побывать приблизительно около ста тысяч человек. Бывали дни, когда под благословение к нему подходило по семь-восемь тысяч в день. После первых двух дней пребывания отца Иоанна в Рыжовке она буквально ощутилась в осадном положении. Тысячи народа располагались лагерем около имения. Тут и чай пили, и закусывали, и спали. Некоторые ожидали очереди по несколько суток. Рыжовка находится в десяти верстах от Харькова. Каждый почти поезд привозил туда пассажиров не менее пятисот человек. На каждый поезд выдавалось билетов столько, сколько в другое время не продается и в два месяца. Благодаря необыкновенному скоплению пассажиров к поезду прицеплялось по десять-двенадцать добавочных вагонов. Для поддержания порядка был откомандирован сюда усиленный наряд полиции. Сильно волновался и город. Еще задолго до приезда дорогого батюшки он уже начал говорить о нем. Он спас мою жену, рассказывал один. Она уже умирала. Все доктора отказались лечить ее. Я послал ему телеграмму. Молитесь, буду и я молиться, отвечал он. И вдруг в ее болезни произошел неожиданный перелом, поразивший врачей, и она теперь совершенно здорова. Он спас моего сына, говорил другой. Таких рассказов сотни ходило по городу. И вот когда отец Иоанн приехал в город, он буквально был осажден людьми, которые усердно просили его посетить тот или другой дом, где в то время находились больные. Много чрезвычайно трогательных сцен можно было наблюдать тогда в каждом доме, который посещал отец Иоанн. Едва успеет он куда-либо приехать, на улице сейчас вырастает толпа. Многие просят у хозяев позволения войти в дом. Если такое позволение получается, то комнаты быстро наполняются народом. Входит отец Иоанн. Присутствующие окружают его, теснятся, целуют его руки и благоговейно подходят под благословение. Родители с трогательным благоговением подносят к нему своих маленьких детей для благословения. Многие приводят больных и увеченных, чтобы он возложил на них руки. И сколько умиления, сколько ожидания чего-то необыкновенного сквозит во всех этих устремленных на него взорах. Вот молодая девушка из интеллигентных. С большим нетерпением она долгое время ждала отца Иоанна. Оттесненной толпой девушка оказалась позади всех. И со слезами смотрит на доброго пастыря. Но вот отец Иоанн замечает ее и сам подходит к ней. В слезах она опускается на колени перед кротким служителем алтаря и прижимает к своим губам край его одежды. Отец Иоанн поднимает ее, благословляет, целует в лоб. И она уходит от него счастливая, радостная, умиленная. Батюшка, раздается колоса Иоанна, голос какой-то женщины с ребенком в руках. Благословите, больной. Отец Иоанн гладит по головке бледно и схудалое дитя, потом наливает из своего стакана на блюдечко чай. На, на, говорит, поднося блюдце к арту ребенка. Выпей-ка, выпей. И ребенок послушно пьет чай из рук незнакомого ему человека. Ничего, благословляет, говорит отец Иоанн. Да с Бог, будь здоров. Если бы отец Иоанн решился удовлетворить просьбы всех харьковских жителей, которые хотели принять его у себя дома и помолиться вместе с ними, то ему, несомненно, пришлось бы прожить в Харькове не полторы-две недели, а несколько месяцев. 15 июля по просьбе харьковского архиепископа Амбросия отец Иоанн служил литургией в городском соборе в первый и единственный раз. Совершал он литургию в сослужении всего городского духовенства. И это была беда, а не служба, как выражается один из очевидцев. Толпа напирала и едва не врывалась, стеснимая задними, в алтарь. Певшие пели в алтаре. В алтаре же перед царскими вратами делались все выходы. Железные решетки после богослужения оказались в соборе поломанными натиском толпы. С трудом выбрался отец Иоанн из собора. В одном подряснике и без шляпы. Стихение народа около собора было также необыкновенное. Вся площадь и прилегающие к ней улицы сплошь были заняты народом. Никакие полицейские меры не могли здесь быть достаточными для водворения порядка. При таких условиях понятным становится, почему отец Иоанн не может принять приглашение от некоторых настоятелей церквей и старост совершить богослужение в каком-либо из городских храмов. В следствии полной невозможности совершить молебствие в церквах, отец Иоанн, не желая обижать харьковцев, решился по предложению Пресвященного Амбросия ослужить 20 июля молебен на соборной площади. Небывалое зрелище в этот день представляло собой соборная площадь, а также соседние улицы и переулки. Народ теснился так, что, как говорят, яблоку было некуда упасть. Все крыши домов были усеяны желающим увидеть кронштадтского пастыря. В этот день, по свидетельству многих, на молебстве присутствовало более 60 тысяч человек. Энтузиазм народа во время молебна возрос до такой степени, что, когда было провозглашено многолетие государю-императору во всему царствующему дому, толпа не выдержала и закричала «Ура!». Насколько благотворно отразилось посещение отца Иоанна на Харьковцев, и насколько они остались ему благодарны, видно из адреса поднесенного депутацией от жителей города Харькова отцу Иоанну в день его 35-летнего юбилея священствования. Кроме того, Харьковцы понесли ему тогда драгоценное Евангелие. Многие после отъезда отца Иоанна сделали ценные вклады в храм и богатое пожертвование на дело благотворительности. А сколько людей дало горячий обет исправиться и вести жизнь новую! И сколько из них действительно выполнили этот прекрасный свой обет! Путешествие отца Иоанна по Волге было каким-то триумфальным шествием. Трудно сказать, кого так встречали везде и всюду в это время, как встречали тогда отца Иоанна, где бы он ни появлялся. 24 июня, совершив литургию в Рыбинском женском монастыре, отец Иоанн отправился на пароходе, отважный, вниз по Волге. До Костромы пароход к берегу не приставал. Только в самом начале пути отец Иоанн выезжал на лодке на прибрежную дачу, управляющую Рыбинской пристанью, господина Хлебникова. И против дачи, управляющего пароходцами господина Радькова-Рожнова, служил для его семейства водосвятный молебен на палубе парохода. В это время пароход, конечно, стоял. Теперь палуба парохода приняла своеобразный вид, который обращал на себя особенное внимание многофильственных посетителей отважного. На белой стене рубки первого класса было повешено несколько икон, перед которыми всегда горела лампада. У стены стоял покрытый стол с водосвятной чашей. На нем во время богослужения полагались Святой Крест и Святое Евангелие. Слева от стола аналой с богослужебными книгами. Все это так и оставалось за все время путешествия отца Иоанна на пароходе, вследствие частого совершения здесь утренних богослужений и водосвятных молебнов. К вечеру пароход прибыл в Кострому. По всей набережной виднелось море голов. Все с понятным нетерпением ожидали дорогого батюшку. Многие выезжали в лодках и с другого борта входили на пароход. Стоило больших усилий охранять отца Иоанна от натиска массы, когда он выходил на берег посетить одну тяжко больную в городе. На другой день на палубе парохода была отслужена утрення, а за ней водосвятный молебен. В это время пароход стоял у пристани города Юрьевца. И пароход, и пристань были переполнены молящимися. В числе больных, приводимых на пароход, особенно обращал на себя внимание один расслабленный. Его не привели, он совсем не мог ходить. А именно по-евангельски принесли на носилках для благословения к отцу Иоанну. Всем присутствующим батюшка раздавал благословения к крестике. Не доезжая в верст 12 до Нижнего Нового города, отец Иоанн был встречен на особом пароходе нижегородцами. Оба парохода пошли вместе, один за другим. Весь о прибытии уважаемого пастыря в Нижний быстро облетела весь город. Пароход, отчаливший в 5 часов дня от городской самолетской пристани, был полон народа, пожелавшего видеть отца Иоанна и получить от него благословение. Немного раньше некоторые отправились отдельно приветствовать отца Иоанна на Баркасе речной полиции. Отец Иоанн долго любовался прекрасными видами Нижнего Новгорода. Когда подошел от города Геннадий, Радьков, Рожнов корабль, палубой и мостик которого были буквально полно народа, отец Иоанн сам вошел на этот пароход с прибывшими. Все находившиеся здесь получили от уважаемого пастыря горячо желаемое ими благословения. Сколько было восторгов у собравшихся здесь! Сколько самой искренней и глубокой радости! Сколько сожалений и сетований, что дорогой батюшка не может оставаться у них в городе, благословить их домы и семейство! В исходе седьмого часа отважный тронулся в дальнейший путь. В Казань отважный не заходил, а остановился только в виду города у нефтянки для приема нефти. Об этой кратковременной остановке тотчас же узнали на пароходных пристанях, и все семейство агентов и служащих по пароходству поспешили на лодках к нефтянке получить благословение от высокоочтимого пастыря. Отец Иоанн благосклонно принял всех на пароход, милостиво беседовал с прибывшими, ласкал детей и благословлял всех. Давший каждому пообразку на молитвенную память, граждане Казани не могли не скорбеть о том, что только немногим счастливым и избранникам удалось воспользоваться проездом отца Иоанна, между тем, как все желали видеть своим гостем, достовоуважаемого батюшку. Оставалась надежда на посещение отцом Иоанном Казани на обратном пути, с низовья, поэтому многие послали своим родным, знакомым, служащим, проживающим в низовьях при Волжске городу в телеграмму, усердно прося известить их о времени обратного проезда отца Иоанна по Волге. В Ставрополе отважный был встречен с самарским протоиереем и некоторыми гражданами города Самары, прибывшими сюда на особом пароходе. Благослови всех встречавших на своем пароходе. Отец Иоанн по просьбе последних перешел к ним на пароход, и там отслужил с водосвятием молебен, хотящим по водам плыти. Затем отважный двинулся далее вниз по Волге. Не доезжая до города, отважный был встречен еще пароходом, на котором находились члены Самарской городской управы и несколько гласных городской думы с самарским городским головой. Вот как описывает эту встречу один из участников. Лица всех путников сияли радостью от ожидания увидеть того человека, которого чтит вся Россия, православные и иноверцы, имя которого известно и далеко за пределами России. Всем нам казалось, что пароход медлит слишком, а тут как нарочно поднялся ветер, забушевали волны и палил дождь. Около дачи Анаева нам встретился пароход Мясникова, высадивший на отважение многих самарцев, успевших выехать навстречу отца Яна раньше нас. Вскоре после того мы завидели отважного, капитан которого дал нам знать, чтобы наш пароход подъехал к его палубе. Нельзя выразить того, что испытывали наши сердца при вступлении на палубу отважного. Наше волнение еще более усилилось, когда мы узнали, что немедленно будем приняты отцом Янам. Еще минута, и мы входим в рубку первого класса и стоим перед великим русским пастырем. Его доброе, кроткое, сияющее лицо, его ласкающий взор и его вкрадывающий в душу голос нас умиляет до слез. Он удостаивает нас не только драгоценного каждому благословения, но и поцелуя. Какое счастье выпало для Самары! Он говорит нам, что остается у нас сутки, что рад видеть самарцев, что благодарит нас за встречу. Городской голова просил отца Яна отслужить на площади перед вновь строящимся собором Молебен, на что получил полное согласие. Сообщил об открытии в Самаре дома трудолюбия, первый вклад на устройство которого был сделан отцом Иоанном. Между тем пароход приближался к пристани. Буквально весь берег был запружен народом, который массами направлялся сюда уже с раннего утра. Народ не расходился, несмотря на то, что скоро всем сделалось известным из телеграмма, что отец Иоанн прибудет в Самару в три часа. С большим напряжением и нетерпением все желали скорее видеть одного из самых популярных духовных пастырей православной церкви и получить от него благословение. Но вот прибыл и отважный, и пристал к пристани. Когда пароход остановился у пристани, отец Иоанн приветствовал всех собравшихся еще с палубы. Некоторое время он медлил выходить на берег, беседуя на палубе парохода с властями города, явившимися сюда, принять благословение высокочтимого гостя Самары. В это время господин городской голова вывег народа объявил, что завтра, 28 июня, батюшка будет служить в Казанском соборе утреннюю ритургию, а в 12 часов молебену нового собора. По улицам, по которым проезжал отец Иоанн, народ собрался в таком количестве, что для поддержания порядка нужна была помощь полиции. В 9 часов вечера в сопровождении также полиции отец Иоанн прибыл обратно на Смоленскую, в самолетскую пристань, преподав благословение, ожидавшим его на пристани публики. Чтобы не быть снова осажденным толпой, он переехал на своем пароходе на другой берег Волги, где и провел ночь. Утром 28 июня около 7 часов несколько лодок выехало встречать дорогого гостя. Около дебаркадера пароходного общества «Самолет». С рассвета уже толпилась масса народа, так что полиция опять вынуждена была очищать дорогу отцу Иоанну до экипажа. В 7 часов утра при громаднейшем стечении народа в Казанском соборе началась утренняя, а за ней литургия, совершенная отцом Иоанном со служением многочисленного духовенства. Соборный храм, конечно, далеко не мог вместить всех желавших слушать и видеть богослужения дорогого пастыря. В 12 с половиной часов дня на площадь с восточной стороны вновь строящегося кафедрального собора были вынесены хоруги, собралось многочисленное духовенство в дорогих облачениях. Здесь, на обширном помосте, нарочито сооруженном для этой цели перед храмом, отцом Иоанном было совершено с местным духовенством водосвятное молебствие. Невозможно было окинуть взглядом ту массу народа, какая собралась сюда. Народ наполнял не только площадь, но и близлежащая улица стояла в окнах собора, на балконах, в экипажах и тому подобное. В помощь полиции для порядка были приглашены войска. Солдаты, взявшись за руки, живой цепью окружали и охраняли помост. Тем не менее, некоторым удалось забрать на помост даже через перила. По окончании молебна отец Иоанн сел в карету и уехал охраняемый от масс народа конными полицейскими солдатами. Во время раздачи освященной отцом Иоанном воды теснота и давка была невообразимая. Проезжая мимо Алексеевского детского приюта, отец Иоанн благословил детей, вышедших на балкон. Благословил воспитанниц Николаевского сиротского дома, рядами стоявших на улице в ожидании проезда батюшки. Город почтил дорогого гостя обедом. На обеде присутствовали Преосвященный Гурий, господин Веси-губернатор, члены городской управы и другие почетные гости. Во время обеда было высказано много благопожеланий дорогому батюшке. Проводить отца Иоанна на пристань собрались господин Вице-губернатор, правитель канцелярия, начальника губернии, высшие гражданские и военные чины города. Отец Иоанн ехал в сопровождении городского головы и некоторых других граждан города Самары. Ехал снова под охраной полиции. По обеим же сторонам спуска к депаркадеру, шпалерами, была расположена рота солдат. Тут были офицеры их. Вход на депаркадер посторонним лицам из-за опасения давки и могущих произойти несчастье с людьми был строго воспрещен и разрешался лишь по особо уважительным причинам. Благодаря лишь таким мерам и присутствию всех чинов полиции с господином полицмейстером во главе, провода Асаяна обошлись без всякой суматохи и обычной в таких случаях давки. Вскоре с отважного был подан сигнальный свисток и пароход, стоящим на его балконе дорогим и редким гостем для Самары в три часа отчалил от берега. Дорогой батюшка-отец Иоанн раскланивался с народом, благодарил за радушный прием и благословлял оставшуюся на берегу публику. На отважном поехали провожать отца Иоанна до Сызрани, городской голова и некоторые другие лица. До Сызрани же с провожающей публикой отправился еще специальный пароход Самарянин. За отходящим пароходом выполнено несколько лодок с людьми, желавшим еще раз глянуть на уважаемого пастыря. Любовь самарцев по отношению к отцу Иоанну кажется, не имела границ. Один местный рыбопромышленник желает чем-либо выдающимся ознаменовать приезд к ним отца Иоанна. Поднес ему в подарок как особенную редкость недавно пойманный стерлядь аршинник. Посещение отца Иоанна не осталось неотмеченным и в летописях Самары. В ознаменовании посещения и молитвенное пребывание в городе Самаре отца Иоанна приосвященный Гури обратился к своей пастве с воззванием, в котором всех пригласил к посильным пожертвованиям на сооружение каменного храма с церковной при ней школою в Засамарской слободе. Владыка первый от себя лично сделал пожертвование на такой достойный памятник общего благочестивого восторга, вызванного в жителях Самары посещением отца Иоанна. Им же было выражено желание, что предполагаемый храм был сооружен в честь того святого угодника Божия, имя которого носит отец Иоанн Кронштадтский. В день прибытия отца Иоанна в Саратов народ уже с утра двинулся к пароходным пристаням и толпился около архиерейского дома. Ко времени же прибытия отважного на берегу стояло множество публики. Для встречи уважаемого пастыря на пароходном Самолецком Дебаркадере находились во главе с господином начальником губернии, старший председатель судебной палаты, городской голова, некоторые гласные думы, полицмейстер, игумени женского монастыря, высшее городское духовенство. В пять часов вечера раздался привальный свисток отважного. Когда пароход подошел к пристани, отец Иоанн стоя у борта верхней палубы, приветствовал господина губернатора князя и всех встречавших. Здравствуйте, ваше сиятельство, с праздником вас! Я к вам в гости приехал. Здравствуйте, православные! Здравствуйте, сестры монахини! Милости просим! Отвечал на эти приветствия господин начальник губернии, а несколько человек из публики стали махать шляпами и платками. Когда поданы были сходни, на пароход вошли именитые лица города с начальником губернии князем Мещерским. Поднявшись на рубку, они подходили под благословение к отцу Иоанну, который целовал всех встречавших его представителей города. На приглашение их посетить Саратов отвечал своим согласием. Поразительное впечатление на толпу произвело появление отца Иоанна. Толпа зашевелилась, задрожала, более благоразумные люди отошли к стенкам и перилам. Еще минута, две спокойных, и трудно описать, что произошло. Какой-то стихийный поток, неистовые крики полицейские, дайте дорогу, пустите, смешивающиеся с плачем и истеричными возгласами. Батюшка, благослови! Вопли женщин и детей, которых чуть не задавили. Быстро, точно скатились, а не сошли, понеслись мимо нас несколько полицейских, затем отец Иоанн, которого за одну руку поддерживал начальник губернии, князь Мещевский, за другую городской голова и ближайшие к ним лица. Чистую публику, стихийно бросившуюся за ними, тесняя и давя друг друга, еле удалось остановить. Внизу, на берегу, надежная цепь полицейских предохранила отца Иоанна его свиту от давки. Он был быстро посажен в карету, которая с несколькими верховыми впереди умчалась по направлению к архиерейскому дому. О степени энтузиазма, с каким народ встречал отца Иоанна в Саратове, можно судить, например, потому, что одна женщина, не дождавшись еще совершенной остановки парохода с берега, прямо в одежде бросилась в воду, чтобы обратить на себя внимание батюшки и скорее увидеть его. Отец Иоанн остановился у преосвященного Николая, вместе с владыкой выходил на балкон к народу, стоявшему густой толпой во дворе архиерейского дома и томившемуся в ожидании получить благословение батюшки. В вечернем богослужении отец Иоанн служил в домовой церкви владыки при громадном стечении молящихся. Так как отец Иоанна остался в покоях преосвященного, то некоторые из народа всю ночь провели во дворе архиерейского дома. Саратовский листок в следующий день пребывания отца Иоанна в Саратова описывает так. 30 июня в 6,5 часов раздался благовест к утренню в кафедральном соборе. Скоро со двора архиерейского дома выехала карета с преосвященным Николаем и отцом Иоанном. Народ окружил карету такой толпой, что лошади могли идти только шагом. Около собора стояла такая густая масса народа, что не было никакой возможности пробраться через нее с переднего входа. Преосвященному Николаю вместе с отцом Иоанном с трудом удалось пройти в нижнее помещение собора, откуда они внутренним ходом поднялись наверх. В церковь стали пускать народ только тогда, когда уже началась заутренняя. Толпа двигалась все ближе и ближе к алтарю, желая видеть отца Иоанна. Многие даже влезали на перила около клиросов. Снаружи вся площадь была заполнена народом. Нижняя часть колокольни, крыши над боковыми входными дверями, ограда бульвара. Все это буквально было покрыто людьми. Литургию отец Иоанн совершал сам. После нее начался молебен. Последние предполагали служить на площади, но когда вынесли иконы на паперть, то увидели, что собор окружала такая масса, что нести иконы далее было положительно невозможно. Пришлось молебен служить у входа. Народ стеной двинулся к паперть и послышались крики. По окончании молебна отец Иоанн благословил всех крестом и процессия снова двинулась в храм. Окончено обеде. Карета с отцом Иоанном с трудом проследовала через массы народа, несмотря на то, что впереди ехало шесть конных стражников. Народ снова собрался около архиерейского дома, на балкон которого скоро вышли преосвященные вместе с отцом Иоанном. Последний благословил народ и благодарил за столь радушный прием, какое ему все здесь оказывали. Улицы в это время так были переполнены народом, что по московской полицейской было приостановлено даже движение. Отец Иоанн посетил именитых граждан города и думу. При входе в помещение думы великий пастре громко приветствовал гласных. Мир вам почтенные гласные, здравствуйте добрые люди. В доме был отслужен молебен при пении певчих Александровского хора. После молебна все подходили к кресту. Отец Иоанн благословлял всех, а преосвященный Николай кропил святой водою. Затем и отец Иоанн и владыка вышли на балкон, с которого дорогой батюшка окропил всю толпу народа, стоявшей внизу святой водой. Толпа крестилась и просила благословения. Многие при этом кричали спасибо родной живи многие лето. Отец Иоанн был чизвычайно тронут этим восторженным приемом и о саратовце говорил, что эта встреча радует его как доказательство религиозности и доброго направления умов саратовцев. Из того, что в радушной встрече приняли одинаковое радушное сердечное участие преосвященный господин начальник губернии городской голова, эти представители духовной власти административного и общественного управления. Отец Иоанн заключает, что эти три власти при своем воздействии на население одушевлены одной целью объединяются в одном направлении в духе религии и веры. Только такое направление способно дать правильную жизнь отечеству и охранить его от тех беспорядков от того вольнодумства, которым страдает Западная Европа. Именно потому, что там правители и народ уклонились от религии, возникло вольнодумство и след за ним разные беспорядки, которые завершались появлением анархистов. Везде появление отца Иоанна было выдающимся событием, везде массы народа встречали и провожали дорогого гостя. Но проводы в Саратове по степени энтузиазма провожавших по своей грандиозности наконец-то при всем этом по замечательному порядку действительно выделяется из ряда других проводов, какие только выпадали на долю отца Иоанна в этот раз. К назначенному для отъезда отца Иоанна времени в Самолетской пристани были собраны войска в помощь полиции, которые образовали по ту и другую сторону проезда на набережной цепи. Вместе с отцом Иоанном на пристани прибыли сам Преосвященный Николай, господин начальник губернии и прочая власть. Владыка начальник губернии вошли вместе с отцом Иоанном на пароход. На пристани все стояли с непокрытыми головами, а когда в три часа дня пароход тронулся, духовенцы во главе с своим архипастырем трижды пропели многолетие в честь отъезжающего гостя. Впечатление от этих торжественных проводов получалось самое трогательное. Плакали не только провожающие, прощающиеся с батюшкой, но и сопровождавшие его не могли удержать себя слез. С прибрежных фабрик и заводов в окрестностях города салютовались свисками, когда отважный проходил мимо их. Отец Иоанн остался очень доволен всем, что он видел в Саратове. И на первой попутной телеграфной станции была отправлена с парохода отважного приветственная телеграмма саратовскому владыке со всей его богохранимой пасплой. Утром первого июля пароход отважный остановился в Дубовке, а потом у нефтянки ввиду города Сарицыно, конечного пункта в нынешнем путешествии отца Яна по Волге. Во время стоянки сюда стали подходить лодки, подошел и пароход, который остановился рядом с отважным. На пароходе, переполненном публикой, находились воспитанники царицынского приюта, которые продели одно из достойных. Здесь же была депутация от горожан с представителями городского духовенства, приглашавший усердно отца Яна посетить их город. Отчасти следствие утомления, отчасти по недостатку времени, отец Ян не мог исполнить просьбу царицынцев и проехал только мимо города, а после поворота парохода в обратный путь пароходной палубы приветствовал все множество горожан, наполнявших набережную и пристани. Тогда вслед за ним пошли четыре парохода с публикой и лишь только отважно остановился опять в нефтяной барже, сопровождавших пароходов стали спешно сходить на баржу многочисленные пассажиры. Отец Ян вышел был окни для благословения, но скоро должен был удалиться на палубу своего парохода ввиду быстро накоплявшейся на нефтянке публики. В числе провожавших расположившихся по борту нефтяной баржи были воспитанницы приюта до пятидесяти человек со своей молодой начальницей, которые стройно пропели «Достойно есть, спаси Господи, люди твоя» и небольшой гимн. Простившись с жителями города Царицыно, благословив всех, отец Ян отправился на отважном обратно вверх по Волге. Было очень жарко, наступившая теплая ночь давала пассажирам отважного полную возможность больше обыкновенного находиться на палубе парохода, любоваться своеобразной красотой берегов и широкой царственной реки с отвесными почти скалами и буграми, этими по легендарным сказаниям излюбленными притонами грозных волжских разбойников. А когда пытливая мысль направлялась еще дальше вглубь веков минувших, то ей представлялся вопрос, не было ли некогда покрыто водой и все береговое пространство низовьев исполинской Волги, потому что за сотни верст выше ее устья находят, говорят, на полях вдалеке от берега восстанки свойственны только морскому дну. Нет ли какой связи между старинным названием Каспийского моря Хвалынским морем и названием города Хвалынска? В воскресенье 3 июля утром пароход отважно остановился у пристани села Алексеевка Хвалынского уезда Саратовской губернии. 2 июля 8 часов вечера была получена телеграмма, что отец Иоанн Кронштадтский 3 числа проездом из Саратова до Тамары будет в селе Алексеевке и намеренно служить утренню в местном храме, пишет один очевидец. Такое неожиданное известие до того поразило жителей села Алексеевки, что многие из них сначала не хотели верить этому. Мыслимое ли дело, говорили они, чтобы тот, который не удостаивал своим посещением городов, несмотря на их просьбы, мог прибыть в наше село. Между тем весть о приезде отца Иоанна быстро понеслась по селу, наполняя неподдельной радостью сердца обывателей. Многие плакали и со слезами на глазах громко взывали «Господи, откуда это нам? за что ты посылаешь нам грешным такую благодать?» Всюду заговорили про великого гостя. Многие пришли к своему батюшку посоветовать, как бы лучше встретить его. Действительно, было над чем подумать. Церковь по случаю ремонта ее внутри вся была загромождена подморсками в несколько ярусов. Общим мнением было положено подморске разобрать и все привести в должный порядок. Нисколько не мешкая было приступлено к работе. Все до того усердно работали, что в десяти часам сверх ожидания все было убрано и храм как бы обновился. Все в нем приняло вид благоприятности и благопристойности. На следующий день рано утром, в четвертом еще часу, народ стал собираться к храму и располагаться в две линии по тому направлению, откуда должен был приехать отец Иоанн. В массе собравшись отовсюду народа заметно было немало раскольников, которые пришли посмотреть того, про кого слышали так много, по их мнению невероятного. Священник с представителями села Алексеевки отправился на пароходную пристань, отстоящую от села почти в двух верстах. В шестом числу с парохода приехал нарочно и велел звонить к утренне, сказав, что отец Иоанн приехал. Когда раздался первый благовец большого колокола, то невольно дрогнули сердца всех присутствующих и набожны крестясь, все сияющие на лицах радостью говорили, слава Богу, приехал отец Иоанн Кронштадтский. Пошло движение в народе, каждый толкая и тесня другого, постарался занять место поведнее и повыгоднее. Каждому хотелось стать поближе к дороге, чтобы лучше рассмотреть отца Иоанна. Но вот по дороге показался передовой верховой жандарм, а за ним и тройка. Заколыхалось масса народа, как бы гул прошел по ней с одного края до другого и пронеслось «Едет, едет!» Затем наступила мертвая тишина. Все как бы замерли, опасаясь как бы не пропустить, не проглядеть дорогого гостя. Стоявшие впереди встретив отца Иоанна, не хотели оставаться на месте, но стремились за ним. Чем ближе подъезжал отец Иоанн к церкви, тем более росла толпа сзади его, никому не хотелось отстать. Почтенные старички и старушки и те позабыли про свою дряхлую старость, и они тут же в толпе среди своих сынов и внуков бежали, не отставая от них. Когда поезд остановился, густой толпой окружили крестьяне отца Иоанна, не сводя с него глаз, с умоляющим взором просили у него все благословения. Весело и бодро вышел он из экипажа и благословил всех подходивших к нему. Сияющим и радостным лицом он вошел в храм и, помолившись здесь, ласково приветствовал всех словами «Мир всем, дорогие мои братья и сестры!» Благове заменился трезвоном во все. В начале богослужения отец Иоанн находился в алтаре, когда же запели стихи и на Господе воззвах. Он для Петрахилия ярко-красного цвета вышел на клирос и вместе с певчими пел. Невыразимо сильные впечатления на молящихся отец Иоанн произвел чтение перед царскими вратами канона Святой Троицы и рядовых воскресных. Это было непростое чтение, а живое, восторженное прославление Бога, соединенное с плачем о греховности человеческой природы. Во время чтения душа внимательного христианина приходила то в восторг и умиление, то падала под гнетом сознания своей греховности, то снова возбуждалась и восторгалась, то опять повергалась в слезный плач о своих грехах. И такое возбужденное состояние у молящихся продолжалось во все время богослужения. Вслед за утренней, без выхода, началась литургия, которая была отслужена отцом Иоанном в сослужении нескольких священников. Священный восторг и умиление при совершении литургии незаметно от отца Иоанна переходила и на молящихся. Так что все они, горя имея сердца горе, едиными устами и единым сердцем с дерзновением славили Бога. После литургии отца Иоанна отец Иоанн с крестом в руках вышел к народу и, подпуская ко кресту, сказал присутствовавшим краткое, но сильное и убедительное наставление. С праздником светлого Христового воскресения поздравляю вас, братья и сестры, так начал свою речь отец Иоанн. Светлая радость заметно играет на ваших лицах. Я желаю и молю Бога, чтобы радость ваша была чистой и святой. Я радуюсь, что вы радуетесь, радуюсь и вместе скорблю, скорблю о вашей братии отпадшей, о так называемых старообрядцах, которых в вашем селе, как я слышал, очень много. К ним мое слово, слово истины и любви. В дальнейшем наставлении отец Иоанн выяснил, что отчуждение от нее не останется безнаказанным, что противление ее пастырем неминуемо влечет за собой вечную погибель, подобно тому, как в Ветхом Завете погибли противники Моисея, Божия посланника. В заключение отец Иоанн обратился к глаголимым старообрядцам с слезным воззванием, чтобы они оставили свое пагубное упорство, не ходили бы как овцы без пастыря, но смело и без боязни наследовали бы голос у законных церковных пастырей, которые приведут их в жизнь вечную. После этого, передав крест Иерамонаху, отец Иоанн вошел в алтарь и здесь, стоя на коленях пред престолом, положил на него руки в молчании и долго молился. Когда он окончил молитву, по выходе из алтаря ему был представлен местный волосной старшина, руководитель старообрядцев беспоповцев, человек развитый и рассудительный. Батюшка спросил его, почему он пребывает в расколе? Разве потому, что родители благословили его на это? На утвердительный ответ старшины отец Иоанн сказал, что в настоящем случае и родительским внушениям следовать нельзя. При этом он напомнил своему собеседнику, что спаситель, заповедавший самоотверженную любовь ко всем людям, не только к родителям, а даже ко врагам, в то же время говорил, если кто идет за мной и не возненавидит отца своего и мать, и жену, и детей, и братьев, и сестер, и даже и душу свою, не может быть моим учеником. Лука 14, 26. На это старшина заметил, что трудно отстать от того, к чему человек привык с малых лет. «Конечно, нелегко», сказал на это отец Иоанн, «потому что всякая привычка, как пьянство, табакокурение, делается для человека второй природой, но при условиях и содействии и Божием можно и необходимо преодолеть всякую душевредную привычку». С отеческой нежностью именем Божиим убежал отец Иоанн своего собеседника как родного сына одуматься, оставить свое гибельное заблуждение и перейти в спасительное лоно православной церкви. Видимо, тронутой искренностью и сердечностью этой речи собеседник тут же выразил свое согласие последовать советам отца Иоанна, сказав «Я очень рад, что вижу вас, батюшка», и по обычаю православных принял от него благословение и просил его молитву. Вдохновенные слова высокочтимого пастыря, очевидная их благоплодная действенность и вообще необычайность случая, не могли не произвести и на всех присутствовавших самого сильного впечатления. быстрое и очевидное признание правоты убеждения отца Иоанна со стороны пользующегося по своему служебному положению и по своим личным достоинствам, особенным авторитетам и уважениям в глазах раскольников, несомненно, еще более усилило впечатление от слов высокочтимого пастыря. Благословляя по пути всех подходящих, отец Иоанн из храма направился в дом местного священника, которому вручил сто рублей для передачи одной бедной многосемейной женщине. А отсюда в сопровождении притча отбыл пароходную пристань. Здесь уже многие ожидали его прибытия и на берегу, и на пароходной пристани, украшенной зеленью. Благословляя провожающих, отец Иоанн раздавал на память о себе крестики. В первом часу дня пароход отплыл, унося с собой отца Иоанна, стоявшего на верхней палубе. Оставшиеся на пристани смотрели за удаляющимся пароходом до Толи, пока он не скрылся на повороте. Мирно стал расходиться, собравшийся народ, говоря, вот милость-то Божия, кого Бог привел видеть-то? Следующая остановка была в Ставрополе. Ставропольская пароходная пристань выдавалась своим особенным убранством. Как барьеры, так и карнизы пристани были покрыты красной материей, и сверх того колонки были перевиты зелеными ветками, а карнизы украшены еще и букетами из полевых трав и цветов. Из красной же материи по зеленым веткам сделана была дорожка от пристани на песчаный берег к тому месту, где предполагалось совершить молебствие. Дорожка эта по обеим сторонам была усажена деревцами. На пристани и на берегу стояло множество народа, а по отдали со всех сторон множество экипажей разного рода, прибывших за шесть верст из Ставрополя для встречи отца Янна. Лишь только пароход остановился и поданы были сходни, на палубу к отцу Янну явились городские власти с цепями на груди и два местных священника. По приглашению последних батюшка сошел на берег и вместе с ними совершил под открытым небом на приготовленном месте водосвятное молебствие. Пели певча из города. Уже поздно приближался пароход к Симбирску. Здесь ожидали отца Янна раньше. Ко времени предполагаемого приезда батюшки самолетская пароходная пристань положительно была запружена народом. Местный корреспондент пишет «Нашему тишайшему Симбирску редко приходилось наблюдать такое массовое движение. Хотя потом быстро распространилось известие, что отец Янн прибудет в Симбирске не менее двенадцати часов ночи, толпа у пристани не только не редела, но еще более увеличилась. Лишь только показался пароход отважный. На встречу ему от пристани отвалил пароход энергичный, на котором находились господин губернатор, отец ректор семинарии, игумени женского монастыря, городской голова с депутацией от города и некоторые другие высшие лица города Симбирска. Иоанна. у парохода встретились, пассажиры энергично перешли на пароход отважный и здесь на палубы, приняв благословение отца Иоанна, сгруппировались около него и беседовали с ним до самой остановки парохода у города. В это время отцу Иоанну передали телеграмму от преосвященного варсанофия, не находившегося тогда в Симбирске. Было уже двенадцать часов ночи. В глубоком молчании народ приготовился встретить уважаемого пастыря. Приветствуя всех собравшись, отец Иоанн обещал завтра служить в городе. За поздним временем он на берег не выходил и скоро удалился в свою каюту. Медленно и неохотно народ расходился по домам. Некоторые остались на всю ночь на берегу у пристани, чтобы утром улучшить случай, поговорить с батюшкой или хотя принять от него благословения. Пароходжего избежения всяких беспокойств отсял от берега и остановился на ночь несколько дальше. Весть, что отец Иоанн будет служить в кафедральном соборе, быстро облетела весь город. С раннего утра 5 июля народ массами стал собираться на соборную площадь, а писать, что делалось в это время в народе невозможно. Такие моменты не описывает, их надо только чувствовать. Утренние исследования литургии отец Иоанн совершил в соборе при огромном стечении народа в сослужении десяти священников. По окончании литургии был ослужен молебен на особо устроенном помосте на площади. Всюду, где после богослужения не появлялся отец Иоанн, собирались тысячи народа, жаждущего получить от него благословения. К отцу Иоанну приводили больных, а некоторые несчастных даже и приносили. С невыразимым умилением и глубокой верой молились они, видя перед собою такого действенного молитвенника, как отец Иоанн, о котором так много слышали, которому так сильно до сих пор стремились. Отец Иоанн благодарил Симбирсов за радушный прием. Как радушно встретили его в Симбирске, так радушно и проводили. Провожали его господин губернатор, ректор семинарий, городской голова и другие власти города. Для охраны пути, по которому проезжал отец Иоанн, шпаверами расположились три роты солдат. Прощаясь сердечно с провожавшими, батюшка раздавал благословения всем поднявшись выше города до лагеря Симбирского кадетского корпуса, пароход отважно остановился. По берегу против лагеря были выстроены рядами кадеты во главе с самим директором корпуса и воспитателями. Отец Иоанн высадился в поданную лодку и подъехал к берегу. Когда он благословил всех кадет, ими стройно было пропето многолетие и «Спаси Господи!» Здесь на деревянном резном блюде с русским полотенцем поднесли батюшке хлеб-соль. Казанцы очень сожалели, что отец Иоанн не посетил их города проездом вниз по Волге. В своей скорби они только утешались надеждой, что удостоится принять его на обратном пути, и их горячим желанием было суждено исполниться. Еще накануне ожидаемого приезда с восьми часов вечера самолетская пристань на Волге начала переполняться громадной массой народа, которая постепенно росла все более и более. Весь путь от Казани до пристани всю ночь до утра был усеян пешеходами, экипажами, вагоны конно-железной дороги, отходя один свет за другим, не могли вмещать всех желающих ехать. К рассвету не только самолетская пристань, но и весь Приволжский берег был сплошь усеян народом, не спавшим всю ночь и слихорадочным нетерпением направлявшим постоянно свой взор на низовую часть Волги. Вот в начале шестого часа утром шестого июля на горизонте показался наконец отважный. Быстро навстречу ему помчалось до пяти пароходов, стоявших под парами и переполненных пассажирами. Впереди всех шел казенный пароход Свияга, где находился казанский городской голова и другие представители города. Когда этот пароход поравнялся с отважным, отец Иоанн с верхней палубы приветствовал встречавших. Пароходы остановились и через поданный трап пассажиры Свияги перешли на отважного. Городской голова первый принял благословение отца Иоанна, затем подошли один за другим под благословение и остальные. Между тем отважный успел причалить к пристани, представлявшиеся собой одной или сплошной массы народа, голов, колыхавшихся наподобие волн. Только что отец Иоанн сошел на пристань, как буквально был сбит с ног и стиснут громадной толпою. Ики далее не представлялось никакой возможности, и пришлось вернуться обратно. Положение оказалось очень затруднительным. Тогда городской голова вышел к толпе в самую ее середину и несколько раз громко произнес, что отец Иоанн не выйдет до тех пор, пока толпа не раступится и не даст свободного прохода, что такое поведение толпы вовсе лишит казань счастья увидеть в стенах своих отца Иоанна, и что его можно будет увидеть в соборе, где он сегодня отслужит обедню. Эти слова произвели желаемое действие. Стоявшие в середине, но по мере приближения отца Иоанна к приготовленным экипажам напор становился сильнее, так что уже не было возможности сдержать его. Сдавленный со всех сторон, отец Иоанн медленно двигался вперед, не отказывая однако никому в благословение. Между прочим, он с особенным радостным чувством благословил и расцеловал одного ребенка, родители которого, поднося его к отцу Иоанну, заявили, что этот ребенок спасен от явной смерти за очными молитвами уважаемого пастыря. С необыкновенными усилиями отец Иоанн наконец был извлечен из тысячной толпы и буквально внесен в коляску, куда рядом с ним сел городской голова. Лишь только коляска, конвоируемая верховыми полицейскими стражниками, тронулась, за ней кинули столпа в несколько сот человек. Некоторые с явным риском бросались к подножке экипажа, схватывали, целовали руку отца Иоанна, прикасались к его одежде и затем подносили прикасавшуюся руку к своим губам. Многие становились на колени и творили крестное знамение. Иные бросали конверты в коляску. По всему пути от пристани до города и по всем улицам, по которым следовал экипаж отца Иоанна, народ низкими поклонами приветствовал дорогого гостя. На всех перекрестках улиц, по которым следовал экипаж отца Иоанна, стояли целые толпы. В крепости трудно было проезжать по причине массы народа, бежавшего отовсюду туда и за множеством экипажей, мчавшихся к собору. В соборе сначала была отслужена утренняя, на которой отец Иоанн по обыкновению считал канон, а непосредственно за ней литургия, совершенная отцом Иоанном духовенству. В алтаре по преимуществу собралось казанское духовенство, которое с напряженным вниманием и благоговением следило за служением отца Иоанна. Церковь до того была переполнена народом, что войти в нее не было никакой возможности. Толпа стояла крепкой стеной в упор к иконостасу, что не могло не затруднять христианодействие. Духота была так сильно, что как в церкви, так и в алтаре с потолка буквально лил дождь. Не только церковь, народ переполнял всю паперть, архиерейский двор и всю площадь и улицу, ведущую к собору. По окончании богослужения в соборе, чтобы охранить отца Иоанна от неминуемой и опасной давки, пришлось провести его из собора через архиерейские покои черным ходом. Но и тут оказалось такое стечение народа, что экипаж не мог подъехать, и стоило чрезвычайных усилий вырвать и вынести отца Иоанна, увлекаемого толпой, которая бросилась вслед за умчавшимся экипажем. По просьбе госпожи Хэр, отец Иоанна служил в ее доме водосвятным молебен. Но из опасения быть задушенным толпой в местах остановок от посещения других домов отец Иоанн вынужден был решительно отказаться. В Казани, как и в других городах, отца Иоанна чествовали обедом, где было произнесено немало тостов за здоровье дорогого батюшки. Посетив именитых людей города Казани, отец Иоанн отправился на пароходную пристань. Вся дорога от города до Устья и все Устья опять были сплошь покрыты народом, который теперь собрался здесь, чтобы проводить дорогого пастыря. По спуску к пристани, у которой стоял отважен, были шпалерами расположены солдаты. Но несмотря на это, некоторые из публики успели подойти под благословение к отцу Иоанну еще на берегу, а иные проникли даже на пароход. Замечательно, что один татарин был очень доволен, когда ему удалось получить благословение отца Иоанна. На пароходе находились городские власти и некоторые представители от духовенства. Отец Иоанн, несмотря на утомление, остался чрезвычайно доволен своим посещением Казани. Горячо благодарил городского голову, благословил его образом, призывая Божью благодать на дальнейшее управление его просвещенным и столь значительным и благочестивым городом, которому пожелал истинного счастья и божественного покрова. В шестом часу отважный тронулся вверх по Волге, сопровождаемый казенным пароходом Стияга с городским головой и несколькими пассажирами. Тысячи людей, сплошь усеявших берег Устья, пароходные пристани, разные судна и лодки с обнаженными головами и низкими поклонами, молча провожали отходящий пароход. На верхней палубе парохода стоял дорогой путешественник, творя горячую молитву за православный казанский народ. Пристань, усеянная народом, уже почти исчезла из вида. Отец ярко озаренный красными лучами солнца заходящего за высокие волжские горы, стояла вдохновенной на палубе, высоко подняв левую руку своей соломенной шляпой, а правой совершая крестное знамение. Также трогательной и торжественной была встреча отца Иоанна и в Нижнем Новгороде. На пароход встречать выезжали все именитые лица города. Среди них был известный и почтеннейший губернатор Баранов, барон Дельвих, Рукавичников и многие другие выдающиеся общественные деятели, известные на всю Россию. Также волновался и простой народ, как он волновался в других местах. Также все на перерыв спешили к дорогому батюшке, чтобы получить от него благословение. Также наконец восторженно и сердечно провожали его все, как провожали и в других городах и местечках, где только пришлось ему быть в эту поездку. Беседа отца Иоанна Кронштадтского с пастырями. Это малоизвестная, но достопримечательная беседа отца Иоанна Кронштадтского, помещенная в новгородских и перхиальных ведомостях за 1904 год. Бог привел мне, пишет одно лицо, быть свидетелем и участником чудной беседы, которую вел наш великий пастырь, молитвник отец Иоанн Кронштадтский с другими пастырями Церкви Христовой. Это было 21 июня 1904 года в городе Сарапуле, куда батюшка прибыл по приглашению преосвященного сарапульского епископа Михея. В зале местного духовного училища собралось окрестное духовенство в ожидании приглашенного туда батюшки. Когда он появился в дверях зала, все присутствующие встретили дорогого гостя пением «Днесь благодать Святого Духа нас собра». Батюшка сначала прошел в храм училищный, приложился к Святому Престолу, а потом вернулся в зал и пригласил всех сесть вокруг стола. Началась его дивная беседа с собравшимися. «Я очень рад», сказал батюшка, «видеть вас и беседовать с вами. Благодарю вас, что собрались вы сюда, а тех, кто сегодня сослужил мне при совершении литургии, благодарю за общую молитву». Никто так не обушевляет человека в каком угодно деле, как сознание общения, общности в дружеской работе. И в Божьем деле, служении ближним особенно тяжело переживать чувство одиночества. Правда, мы все живем в Святой Церкви, со всеми отшедшими из мира праведниками Божьими. Но на земле необходима нам помощь от братьев наших и духовная, и молитвенная, и самой жизни. Поэтому особенно и благодарю вас за ваше сочувствие. Оно говорит, что все мы делаем одно дело. У вас, братья мои, сослужители, несомненно, является вопрос в душе. Как я имею дерзновение так ездить по всей России и молиться за столь многих, кто просит моей молитвы. Быть может, кто-нибудь назовет это дерзостью. Но я не решился бы, братья, на такое великое дело, если бы не был звон к этому свыше. Дело было так. Кто-то в Кронштадте заболел. Просили моей молитвенной помощи. У меня и тогда была уже такая привычка никому в просьбе не отказывать. Я стал молиться, предавая болящего в руки Божьей, прося у Господа исполнение над болящим его святой волей. Но неожиданно приходит ко мне одна старушка родом Костромички, которую я давно знал. Она была богобоязненная, глубоко верующая женщина, проведшая свою жизнь по-христиански в страхе Божьем и кончившая свое земное странствование в страхе Божьем. Приходит она ко мне и настойчиво требует от меня, чтобы я молился о болящем не иначе, как о его выздоровлении. Помню, тогда я почти испугался. Как я могу, думал я, иметь такое дерзновение? Однако эта старушка твердо верила в силу моей молитвы и стояла на своем. Тогда я исповедовал перед Господом свое ничтожество и свою греховность, увидел волю Божию во всем этом деле и стал просить для болящего исцеления. И Господь послал ему милость твою, он выздоровел. Я же благодарил Господа за эту милость. В другой раз по моей молитве исцеление повторилось. Я тогда в этих случаях прямо уже усмотрел волю Божию, новое себе послушание от Бога, молиться за тех, кто будет этого просить. И теперь и сам я знаю, и другие передают, что исцеления по моей молитве совершаются, особенно поразительные исцеления бесноватых, всегда страшно страдающих. И бывали случаи, что иногда приводят такого одержимого злым духом, изрыгающего хулы, и в то же время говорящего очевидно бессознательно и вполне бессвязно. А по прочтению мной над ним молитв больной делается радостным, покойным, принимает покойно святые тайны, от которых ранее всеми силами старался уйти. И замечательно, помнит из того, что они говорили в состоянии беснования. Ясное дело, что они тогда творили чью-то не свою волю, волю противной воле Божией, бесовскую. Часто бесы долго удерживают власть над больными, ими одержимых, долго сопротивляются. Тогда больные произносят слова «Мы застарелые, мы давно получили над ним, то есть больным, властью». Но сила Божья, которая трепещут бесы, их побеждает. О своем душевном состоянии могу я вам сказать, что исполняет древнее великое правило «Нон сте ипсум» «Познать самого себя». Это собственно содержание всей моей жизни. И доселе я не перестаю познавать самого себя. Через это сознание самого себя я познаю свою беспомощность во всех отношениях. И это меня заставляет смиряться. Правда, все, что я делаю доброго, то делаю по милости Божией. А помощь Божию я на себе вижу во всем и считаю себя нерадивейшим, худшим из всех пастырей русских. Потому что если бы эти Божьи дары мною получаемые были у кого-нибудь другого, он сделал бы добро гораздо больше, чем я. Постоянное изучение своей природы заставляет меня быть и постоянно осторожным, и постоянно просить у Бога благодатной помощи для ощущения от грехов. И это же знание своих человеческих немощей заставляет меня и помогать другим, и молиться за них, сочувствовать, прощать и так далее. Особенно для меня ценно изучение своей человеческой природы потому, что через это я познаю главные свойства Божии. Я на себе познаю, я испытал, насколько Господь наш милосерд, долготерпелив, всемогущ, в помощи нам скоро послушлив. Он источник нашего здравия душевного и телесного, душевной чистоты и духовных сил. Но я, братья, продолжал батюшка, я не веду аскетического образа жизни. Не подумайте, что это я считаю чем-либо достойным подражания. Нет, быть может, было бы в моей деятельности гораздо более успехов, если бы я устроил жизнь с более аскетической остановкой. Но условия моей службы лишали меня возможности быть аскетом. Я читаю и газеты. Но часто жаль бывает потерянного времени. Много там пишут лишнего, совершенно бесполезного. Ну вот что, что я всегда и неотъемно читаю, это каноны, которые положено читать ежедневно на утренне. На этом сене, можно сказать, я воспитывался в церковной жизни. И какое бесконечное глубокое содержание заключается в этих канонах, в этих ежедневных воспоминаниях о великих праведниках, об их святой жизни, о подвигах. Через это чтение душа мало-помалу привыкает к церковной жизни, к церковным воспоминаниям, мало-помалу проникается настроением тех людей, которых ублажает святая церковь, просветляется, перестает быть самозамкнутой, делается сильной в борьбе с грехом. И стоит кому-либо это чтение канона положить за ежедневное правило, как он будет ежедневно подниматься в духовном отношении, восходить от силы в силу. Но особенно я люблю читать священное писание обоих заветов. Я не могу жить без этого чтения. Сколько тут содержания, сколько открыто закона в жизни души человеческой, сколько человек, стремящийся к духовному обновлению, может почерпнуть здесь указаний для того, чтобы переродиться из злого в доброго. Особенно священное писание необходимо проповеднику. Здесь неисчерпаемая тема для проповедей. Только сумей сам назидаться и других назидать. Вот, братья, что Господь мне велел вам сказать, задумавшись, произнес батюшка. Я заранее не обдумал, что сказать мне вам. Говорил только, что Бог на душу мне положил. Тогда один из присутствующих спросил, а скажите, батюшка, во время ваших постоянных разъездов чем вы заполняете свободное время? Остановка и ее смена производят ли на вас впечатление? Я молюсь, я постоянно молюсь, быстро произнес отец Ян. Я даже не понимаю, как можно производить время без молитвы. Воистину, молитва есть дыхание души. Скажите, батюшка, продолжал вопрошавший, что делает вас во время литургии таким сосредоточенным в молитве, когда иногда так много вокруг беспорядка и всего того, что может мешать молитве? Этого я достиг только привычкой научиться быстро сосредотачиваться в молитве и овладевать собою – это большая задача. Путем продолжительной работы над собой может достичь этого. Очень тут необходимо покаяние, быстрое воспроизведение своей души образа Христова или Креста Господня и полное сознание своей духовной загрязненности и беспомощности. На смену первому вопрошающему явился второй. Он сказал «Научите, батюшка, боройся с унынием в деле пастырства». Сначала бывает страшное уныние от собственной греховности. Опускаются руки, когда вспомнишь слова «врач» и селись сам. Учительство в голову тогда не идет. И сейчас же уныние. А это напрасно. Тут нужно помнить о долге. Мысль о долге должна принудительно и ободрительно действовать на пастыря. Ты уполномочен церковью, ты должен делать. Эта мысль должна и одушевить пастыря, и, конечно, разогнать всякое уныние. И это уныние от врага, ответил батюшка. Но вот еще вид уныния от хульных помыслов, которые появляются в голове в самые священные минуты богослужения. Ну, а это уныние, энергично сказал отец Иоанн, прямо от недостатка веры вашей. Дело в том, что хульные помыслы нужно презирать. Борьба здесь не нужна и вредна. Просто не нужно обращать внимание. Но если какие бы помыслы доводят до уныния, это бывает уже от слововолия. Значит, вы знаете, даете этим помыслам время господствовать над вами? Пожалуй, даже ими соуслаждаетесь. Отсюда уже только вытекает уныние? Так, да уныние не нужно доводить душу свою. Неужели вы не знаете, как Господь скоро послушлив, как быстро Он исполняет все просьбы ваши? И вот вы в самом же начале горячей молитвы отгоняете от себя всякое смущение душевное. В надлежащее время захваченное молитвы и греховное настроение вовсе исчезает. И довести до уныния истины и горячо верующего человека никогда не может. Но вот батюшка продолжался вопросик, еще особенно тяжелое состояние уныния я переживаю при виде торжествующего зла. Вот это другое дело. Это поистине тяжело переживать. Подобное состояние мне приходится часто переживать. Тут нужно укреплять себя молитвою и твердо верить, что Господь силен даже самое зло обратить ему одному ведомыми путями на добро. На этом и кончилась беседа с пастырями города Сарапуля батюшки отца Иоанна. Многие его благодарили за эти минуты, надолго для них памятные. После этого батюшка еще имел время вести частную беседу о современном пастырстве и его задаче. Батюшка говорил, что дело пастырства в настоящее время затрудняется все более и более. Борьба пастыря постепенно становится все более утонченную. И тем более пастыри должны быть на высоте своего призвания. пастыр в своем настроении должен всецело отрешиться от всяких себе любивых настроений, уподобиться библейским пастырям в их стоянии и в духе. Для этого пастырям необходима полная осторожность и сосредоточенность, всегдашнее распятие себе ради своей паствы. Разговор перешел на современную жизнь. Батюшка обратил внимание на настроение современного общества. Удивительная болезнь явилась нынче. Это страсть к развлечениям. Никогда не было такой потребности к развлечениям, как нынче. Это прямой показатель того, что людям нечем стало жить, что они разучились жить серьезной жизнью, трудом на пользу нуждающегося и внутренней духовной жизнью. И начали скучать, и меняют глубину и содержание духовной жизни на развлечение. Какое безумие! Точно дети, лишенные разума. А между тем развлечение это уже общественный порог, уже общественная страсть. Вот куда должно направить пастырем свои силы. Они должны внести в жизнь утраченное ей содержание и возвратить людям смысл жизни. Ну, конечно, пастыри должны сами себя к тому подготовить. Пастыри должны от этих развлечений охранить и наш народ. Он не знает еще развлечений, народ знает честный, здоровый труд, он знает праздник, день молитвы и отдыха, а ему вместо отдыха предлагают развлечения, часто нескромные, вредные. И сколько же у людей должно быть само обольщения, чтобы свои испорченные вкусы прививать народу, по своим взглядам переделывать жизнь. Пастыри должны быть и на высоте своего призвания. Заветы Отца Иоанна о православной церкви. Слово праведника Божия Отца Иоанна Кронштадтского. По поводу ухода некоторых лиц из луно-православной церкви в католичество или другое инославное вероисповедание или Пашковщину, Толстовщину, Баптизм и Штунду. Сознают ли лица бывшие по рождению, крещению и воспитанию в церкви православной и уходящие или ушедшие в католичество или другое какое-либо неправославное вероисповедание или же в штунду, Пашковщину и толстовщину, сознают ли они все то, что они оставляют и то, что принимают, и до какой крайности и до какого лишения они доходят? Установим определенную точку зрения на православную церковь и на другие вероисповедания и секты. Что же, неужели церковь и вера православная есть одно только название без исторического значения и без полной силы истины и жизненности, или же это есть твердое и непоколебимое здание небесного, вечного, премудрого и всемогущего архитектора Бога, как гора великая и чудная, на которой и в которой живет и действует непрестанно ко спасению всех верных сам Господь и глава церкви Иисус Христос? Имя ли одно церковь православная без действительного православия и без величайшей, неописанной силы, непобедимой никакими силами зла? Разве ей не присуще непрестанное торжество над всеми кознями видимых и невидимых врагов и над человеческими ущищрениями и нелепыми баснями? Разве церковь православная одинока стоит в мире, без славных и громких свидетелей ее истины и православия, ее чудной животворности и спасительности даже до нашего времени? Разве не за нас непрестанно стоит сам всеистинный и всемогущий, всеспасающий глава церкви Христос, исполняющий ее славой и спасением и непобедимой силой своею? Разве не с нами всегда Пресвятая Владычица-Богородица, источающая непрестанно чудеса милости православно верующим и усердно молящимся? Разве не за нас и не с нами все апостолы и пророки со своими боговдохновенными писаниями чистого смысла, коих мы не нарушили ни на иоту? Разве не с нами и не за нас все мученики, добре веру сохранившие и подвиг окончившие и увенченные от подвига положника Христа, венцами славы и нетления? Разве не за нас и не с нами вселенские великие учители и святители Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Чудотворец, Григорий Низский и златоустый Иоанн? Разве не с нами и не за нас адаманты православия преподобные отцы Антони Великий, Афанасий Афонский, Павел Фивейский, Исаакий Далмацкий, золотая струя православных писаний и медоточивых песней Иоанн Дамаскин и наши русские преподобные отцы Антони Феодосий Печерский, Сергий Радонежский, Зоффима Исаватий Соловецкий, Варлам Хутынский и все другие чудные преподобные отцы наши? Знают ли лица, отрекающиеся от православия и те интеллигенты наши, которые считают безразличную всякую веру, даже магометанскую и буддийскую? Знают ли они, каковы были столпы православия все наши благоверные святые князья, равнопостольный Владимир, избравший из всех христианских вер православную, особенно же святой благоверный князь Александр Невский, обличитель латинства Даниил и Роман Галицкий, святой Михаил Черниговский, Михаил благоверный князь Тверский? Разве пустое зрелище, недавнее прославление новоявленного святителя и чудотворца Черниговского Феодосия? Разве не славны доселе у Бога и у людей некленно почивающие святители всероссийские Петр, Алексей, Иона и Филипп, московские чудотворцы, и все множество прославленных Богом русских святителей и угодников Никита, Иоанн, Моисей и Ефимий Новгородские, Дмитрий Ростовский, Митрофан и Тихон Воронежский и прочее? А Серафим Саровский, прославленный Богом еще при жизни и явлением Господа и Богоматери, стоящий на очереди к открытому прославлению, разве он не свидетель о истине и спасительности нашей веры и Церкви? Наконец скажу, разве не за нас вся история Церкви от начала и до ныне? Какая иная вера может похвалиться столь многочисленными свидетелями истины? Но кто отрекается от православия, тот отрекается от общения со всеми святыми, которые, между прочим, потому и называются святыми, что сохранились святые догматы веры и показали ее на деле. Отрекающиеся от православной веры по этому самому отрекаются и от общения с самим главой Церкви Христом, спрашивая еще всех и каждого колеблющегося в святой православной вере, разве мы покинуты чудодейственной и спасительной силой Божией? Разве мы не спасаемся постоянно в нашей святой вере и Церкви? И кто же из православных, разумных и просвещенных, познавших на опыте спасительность своей веры и ее удовлетворение всему существу нашему, оставить свое православие и перейдет в другую какую-либо веру? «Только одна истинная и всеспасительная в мире вера — вера православная, а она такова по истории, по своей истине, по самому существу, полному света и жизненной силы, чего о других вероисповеданиях сказать нельзя, ибо в них истина перемешана сложными человеческими мудрованиями, установлениями и правилами, противными откровению и сильно затрудняющему спасение душ. «Небо и земля прейдут, слова же мои не прейдут, — говорит Господь. Между тем, в инославных вероисповеданиях многие слова Господни извращены, о духе с цветом, об обоих видах причащения, о главенстве Церкви. Будем же твердо держаться в Святой Церкви и в своей православной веры. Только православная Церковь есть столб и утверждение истины, ибо в ней почивает вечно дух истины, свидетельствующий непрестанно и громко всему миру об истине ее. Слово Отца Иоанна Кронштадтского о православной вере Глава Церкви Христос и кормчий ее Дух Святой сообразно такой святейшей, премудрой, велелепной всемогущей главе и такому чудному, всесвятому, всеблагому, премудрому и всемогущему, кормчему, Святая Церковь в продолжении всех веков соблюдалась чистой, непорочную, всегда животворящую и спасительную, несмотря на бесчисленные противодействия и посягательства на ее чистоту, бесчисленных врагов, видимых и невидимых. В Ветхом Завете она сохранялась в лице патриархов, пророков и разных праведных мужей, о коих упоминается в Библии при помощи богоявлений и откровений праведным мужам, каковы были Авраам, Исаак, Яков, Ной, Моисей, Иов праведный, Мельхиседек и все пророки, кончая Анань и Азарем, Исаилом и Маковеями, в новом, самим воплотившимся Сыном Божиим при Его личном учении и просвещении от Духа святыми апостолами и по вознесении Господа на небеса, опять личным Его всегдашним присутствием и руководством при непрестанном участии и руководстве Духа Святого. Исея, я с вами во все дни до скончания века, Дух Святой, Которого я пошлю вам от Отца, Он наставит вас на всякую истину, также припосредствии вероопределений церковных законодательств соборов вселенских и поместных и святых отцов. И за истинную чистоту учений и заповедей верные члены Ее, святители, мучители и мученицы, преподобные претерпели лютые гонения и муки. Апостники все святые запечатлели святость Ее правою верою и точным исполнением Ее святых заповедей, правилу, отставов, да даром чудес бесчисленных и нетленных святых мощей своих. Зато Святая Церковь прославляет их ежегодно и каждодневно в своих службах, как столпов Церкви. Созданы на основании апостолов и пророков, имея краеугольный камень Иисуса Христа. Ему удостоились быть членами этой самой святой, соборной и апостольской Церкви и всякой благодати Ее, евангельского непреложного учения, богослужения, таинств, всегдашних живых примеров святости и спасительности Ее в лице святых апостолов, святителей, мучеников, преподобных и всех святых, коих житие, борение, победы, святость, учения, воспоминается в церковных службах, в назидание и пример чадам Церкви. Слово отца Иоанна Кронштадтского о православном священстве. Священство православной Церкви делает по заповеди Господа дело бесконечной важности, безмерной благости, дело сверхъестественной силы Божия. Оно просвещает, очищает и обновляет людей через совершение таинств и духовное управление. Обновить растленного грехом человека может только один Бог, или те из людей, которым сам Бог дает благодать и власть, и силу свою, самим обновиться и просветиться, и укрепиться в новом житии, и других обновлять, освящать, руководить со властью Божией, со властью духовной. Человек павший, растленный, не иначе может восстать и обновиться, как покаянием глубоким и разрешением грехов духовной властью и пресещением тела и крови Христовой, непременной крови под видом, особым видом вина, как установил Господь, и не без крови должен получить разрешение грехов от православного священника, имеющего законное рукоположение, и от Бога данную власть, тело и кровь от законного православного священника, а не от паписта или литеранина, не дающих крови Христовой. О, своемудрее человеческое! О, лукавство, хитросплетение, лжи! Лишили паписты мирян крови Христовой, пролиянные во ощущение грехов! О, безглавное главенство, действующее вопреки истинной главе Христу Богу! О, лютиране, утратившие благодать и истину таинству! Как вы можете другим давать благодать, не имея духа Христовой и истины и правды Христовой? Протестанты, реформаторы, пастыри, архипасторы! Скажите, как вы можете обновлять народ и руководить к святой жизни, когда сами не имеете благодати и полномочия силы и крепости от Духа Святого, коих не можете принять нигде, кроме Святой Церкви Православной? Скажите, как вы можете совершать дело обновления человечества, которое может делать один Бог и тот, кому дал Он свою благодать и полномочия через архиерейское рукоположение? У вас нет священства! Как вы осмелились брать себя за такое дело, которое выше вашей силы! Вы и сами не обновляетесь, и народ не обновляете, не освящаете и не очищаете! Слово отца Иоанна Кронштадтского о таинстве святого причащения и о себе. «Везде прославило меня имя Твое, Господи, и у трона царей, и у всех важных и сильных мира сего, и у богатых и небогатых, образованных и простых людей. Все бы принесло оно и приносит непрестанно отраду, мир, избавление, спасение, исцеление, здравие, утешение, облегчение, победу над кознями вражиями. «Столь чудно имя Твое, Господи! Как чудно, державно, властно, сильно влечет всех ко мне, убогому благодать Твоя, во мне живущая и пребывающая через частое причащение святых тайн Твоих причистых тела и крови! Господи, благодарю Тебя за чудеса святых тайн, совершающиеся во мне и в народе, в народе русском ежедневно. Ты влечешь меня и его к себе чудную, всемогущую, непобедимую силою. Вся Россия православная влечется к Тебе. Влечи, влечи, влечи. Слово Божие, творче наш, избавителю наш, спасителю наш, влечи к себе всех и вся. О царском самодержавии. Слово на день рождения благочестивейшего государя императора Николая Александровича 6 мая 1905 года. Приложи, Господи, дни ко дням царя, лета его продлив род и род. Да прибудет он вечно пред Богом, заповедуй милости и истине охранять его. Солом 60, 76, 80. Необходимость царского самодержавия для государства, как необходим самодержест ум для души. Празднуем день рождения вгустейшего государя самодержства всей России и молим Господа по наставлению царя и пророка Давида, чтобы царь царей умножил дни его в благополучии и здравии на многие годы. Приложи дни ко дням его и продли лето его в роды и род. Не напрасно возносит Богом вдохновенный царь-пророк усиленную молитву к Сидержителю о продлении жизни царской на многие годы. Именно возносил он ее в осознании величайшей важности и необходимости царской самодержавной власти для государства. Давид, как богоизбранный и Богом помазанный на царство, царь, сам испытал на себе в самом пользу необходимость царской власти для благосостояния и преуспеяния всех подданных, объединенных мудрым отеческим управлением его. Ибо царь есть Богом поставленный и Богом умудренный и уполномоченный пастырь. Каковым и был Давид, а подданные его овцы обязаны повиноваться ему по заповеди и завету самого Бога, коему повинуются беспрекословно бесчисленные сонмы ангелов, коему повинуются небо и земля и вся тварь. Вообразите хотя на минуту, что было бы, например, с бесчисленным, благоустроенным волей и премудростью Божией этим сонмом ангелам, если бы они, подобно падшим ангелам, также перестали повиноваться воле и манию Творца своего и Владыки и захотели бы управляться сами собою, они погубили бы себя навеки. Страшный урок неповиновения Творцу мы видим именно на падших ангелах, которые, отрекшись повиноваться всеблагой воле Творца, подчинились злейшей воле бывшего первого ангела или сатаны, возмутившего часть неба, и по его воле и разуму сотворили и творят всякое зло в мире, будучи сами полны всякого лукавства и злобы, и сгорая в адском огне. Подобное было бы с родом человеческим, и в частности с нашими интеллигентами, которые захотели бы управляться или управлять государством при своей близорукости, при своих своих корыстных, страстных, буйных увлечениях, от которых ничего нельзя ожидать доброго, кроме ломки старого, хотя и нужного, и введения новых форм правления, нового направления или бесправия по новым западным, не идущим к нам образцам. Ни на один день не было бы порядка от такого сборища эгоистов, и ничего доброго для народа, кроме всякой несправедливости и лицеприятия, как и доказали это народы, руководимые разнородным собранием представителей, а не направляемые единодержавными, нелицеприятную отеческую властью государя, ходящего всегда перед Богом, подобно Давиду. Царское самодержавие освящено и утверждено самим Богом почти в начале человеческого рода. Необходимость царского самодержавия можно ясно доказать из самых свойств нашей души. Наша душа состоит из трех главных сил – разума, сердца и воли, соединенных единым существом души. Область действий этих трех сил бесконечна, и для того, чтобы жизнь души текла правильно, благоплодно, и с пользой для нас самих и для окружающих нас людей. Эти силы должны действовать согласно повинуясь закону совести, вложенному в каждого творцом, или писанному закону его, или Евангелию, принесенному на землю Сыном Божиим, Творцом и Спасителем нашим. Таким образом, искренний человек и истинный христианин весь со своим бесчисленным множеством мыслей, чувств, намерений и деяний подчиняется единодержавии совести своей или закону Божию, закону Христову, евангельскому, и вкушает внутренний мир, и жизнь его идет правильно. Но если душа человеческая не захочет подчинить эти три главные силы души, разум, сердце, волю, закону совести или закону Божию, она в один день или в продолжении жизни своей натворит тьму неподобных, самых вредных дел, додумается до ужасных вещей, до неверия, безбожия, до анархии, до конституции, до динамитов и бомб, до стреляний, в кого попало, до камнеметаний, до поджогов, до самоубийств, до всякого вида прелюбодейства, воровства, пьянства, казнократства и всякого безобразия. Так что тогда, хотя не живи в городе, не в деревне, а удаляйся и заключайся в горах и в вертепах и в пропастях земных, как кажется, мы почти и дожили уже до этого. Вот до чего может довести внутренняя или внешняя анархия человека неподчинение и неповиновение закону совести или закону Божию, или царю и правительству. До этого теперь и дошли русские интеллигенты, и некоторые из них, скрытно работая в потаенных комнатах над составлением убийственных снарядов, подкрадываются к намеченным лицам, чтобы мигом сразить их и лишить жизни. Вот к чему способен стал человеку, подобившийся своей злобе злым духом, губящим жизнь человеческую через бесчисленные страсти и многочисленные роды убийства и самоубийства. Только одна твердая, уверенная, царская власть, управляемая Богом по его творческим отеческим законам, может обуздать всякую дерзость, всякий общественный беспорядок и направить на верную, твердую стезю жизнь народа при содействии мудрого, богобоязненного правительства, а для такого великого и сложного дела оно получает от Бога право, власть и силу. Лишь только самодержесть ясно сознает это. Правда возвышает народ, умоляет же племена грехи. Притча 14.34. Аминь. Протоиерей Иоанн Сергеев Царства земные колеблются и падают от безверия и беззакония. 6 мая 1907 года Мы, преемне царства непоколебимая, церковь, дохраним благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Евреям 12.28. Россия и церковь торжественно празднуют сегодня рождение венчанного Богом царя на царство Всероссийское и молит царя царей о благополучной державе, победе, то есть долгоденстве, мире, здравии, спасении его, земного царя нашего, и о том, чтобы Господь благо поспешил и пособил ему во всем и покорил под ноги его всякого врага и супостата. Не в мирное, а в беспокойное и крамольное время мы живем, время безначалия и безбожия, время дерзкого попрания законов божеских и человеческих, во время бессмысленного шатания умов, вкусивших несколько земной мудрости и возмечтавших о себе через меру. Ибо знание надмевает по слову Божию, а любовь назидает. Для всех очевидно, что царство русское колеблется, шатается, близко к падению. Отчего же столь великое, бывшее столь твердым, могущественным и славным прежде, царство русское ныне так расслабело, обессилело, уничтожилось, сколебалось. От того, что оно сошло с твердой, непоколебимой основой истинной веры и в большинстве интеллигенции отпало от Бога, который один есть непоколебимый вовеки вечная держава, коим твердо держится на дивной гармонии небо и земля столько веков. Вот отчего царство наше колеблется. И одно ли русское царство, занимающее шестую часть земли, колеблется от безбожия и анархии? Нет. Колеблется и трясутся все царства земные, оставившие веру истинную. А некоторые царства и города, бывшие до Христа и после Христа, сошли совсем с позорища мира за неверие и беззаконие. И чем дальше существует мир прелюбодеянный и грешный и преуспевает в беззакониях, тем он больше и больше слабеет, дряхлеет и колеблется. Так что к концу мира он совсем сделается трупом и дымящейся головнёю, которая совсем истлеет от последнего страшного всеобщего огня. Ибо земля и все дела на ней сгорят по апостолу. И мы чаем нового неба и новой земли по обетованию Божию, на которых живет правда. Мы, русские, православные, верующие, как чадо церкви христианской, по принятии таинства крещения, приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви перенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатай нового завета Иисусу, и к крови крапления, Христовой крови, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, говорит апостол в послании к евреям, «Не отвратитесь и вы от говорящего». Если древние евреи, бывшие при Моисеяне, послушавшие глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы. Если отвратимся от Бога, глаголящего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля Царства Небесное, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Я привел указанные слова Павла из послания к евреям, потому что они относятся и к нам, русским людям, отступившим от Бога и от нового Сиона, Церкви Христовой, основанное на несокрушимом камне Христе, на который кто упадет, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Несомненно, что все отпадшие от веры и Церкви, русские, разобьются, как глиняные горшки, сосуды скудельные, если не обратятся и не покаются. А Церковь останется непоколебимой до скончания века. И монарх России, если пребудет верен Церкви православной, утвердится на престоле России до скончания века. Держи же, Россия, твердо веры своей Церкви и Царя православного, если хочешь быть непоколебимой людьми неверия и безначалия, и не хочешь лишиться Царства и Царя православного. А если отпадешь от своей веры, как уже отпали от нее многие интеллигенты, то не будешь уже Россией или Руссией святою, а сбродом всяких иноверцев, стремящихся истребить друг друга. Помните слова Христа неверным иудеям. Отнимется от вас Царство Божие и дастся народу, творящему плоды Его. Матфея 21, 42. Аминь. На день воспоминаний празднования священного миропомазания и венчания на Царство благочестивейшего государя-императора Николая Александровича всея России. 14 мая 1907 года. Врагов моих тех, сказал Господь, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Лука 19, 27. Вспоминаем и празднуем день священного миропомазания и венчания на Царство благочестивейшего государя нашего. Смутны и полны внутренней крамолы эти два-три года его царствования. И самый царский венец с Порфирою едва не обогрелся недавно кровью. Уже готово смертоносное орудие. Недремлющее провидение сохранило жизнь царя. По этому поводу позволяю себе перенестись мысленно в древнюю священную историю евреев и рассказать об одном подходящем и похожем на наше печальное состояние событие бывшем во времена судьи израильских. Между судьями еврейского народа был, между прочим, воздвигнутый Богом для управления и защиты его от иноя племенников знаменитый верою, мужеством и любовью к отечеству своему Гедеон, занимающийся земледелием. Он спас Божьим содействием евреев от воинственных мадянитян, хотевших покорить иудеев своему языческому безбожному игу. Когда он умер, в глубокой старости. После него осталось семьдесят сыновей, так как он был многоженец. Кроме того, он имел сына от служанки, Авимилеха. По смерти отца Авимилех пришел в один город земли своей и упросил родственников своих по матери, чтобы они постарались расположить в его пользу жителей его, выставляя им на вид, что им невыгодно будет подчиняться семидесяти сыновьям Гедеоновым, а лучше признать над собой власть одного, притом того, который близок к ним по родству. А жители того города, Сихема, евреи, уже ввели у себя служение языческому божеству Ваалу и успели устроить капище финикийскому божеству, названному Ваал-Вериф, то есть оберегатель союзов и клятв. У этих людей-богоотступников Агмелех нашел в себе приверженцев, а они величали его братом своим и дали ему денег из капища своего башка. На незначительную сумму он нанял праздных и бездомных людей, пришел с ними в дом отца своего покойного и избил братьев на одном камне, исключая одного младенца брата Яфама, который успел скрыться. После того все жители города собрались на одном месте и там у дуба поставили Авимелеха царем. В это самое временное близлежащее горе Горизин неожиданно показался Яфам и громким голосом кричал «Послушайте меня, жители Сихема, и послушает вас Бог!» Когда сделалось молчание, он продолжал «Когда-то деревья решились непременно помазать над собой царя и сказали маслине «Будь у нас царем!» Маслина отвечала «Растанусь ли я с тучностью моей, которая употребляет, чтобы почтить богов и людей и стану ли трястись над деревьями?» Деревья сказали смоковнице «Приди ты и царствуй над нами!» Смоковница отвечала «Растанусь ли я с сладостью моею и с прекрасным плодом моим и стану ли я трястись над деревьями?» Деревья сказали виноградной лозе «Приди ты и царствуй над нами!» И виноградная лоза отвечала «Растанусь ли я с соком своим, который веселит богов и людей и стану ли я трястись над деревьями?» Наконец все деревья предложили Терновнику «Пойди и ты и царствуй над нами!» Терновник сказал «Если вы поистине помазуете меня царем над собой, то подите, укройтесь под тенью моею!» А что за тенью Терновника? Если же нет, то берегитесь, чтобы не вышел огонь из Терновника и не попалил бы самых кедров ливанских. Итак, одумайтесь, справедливо ли вы поступили, поставив Шавимилеха царем, и так ли как следует наградили Гедеона и дом его? Ныне у нас дом Романовых. Затем, затем за вас отец мой подвергал опасности жизнь свою и избавил вас от врагов, а вы убили семьдесят сыновей его и поставили царем Авимилеха, сына рабыни. Да выйди же огонь от Авимилеха и да сожжет вас! Сказав это, Иоафам убежал и скрылся от брата своего. Авимилех действительно сжег в городской башне жителей, скрывавшихся от его угрозы за неповиновение, а сам Авимилех убить был женщиной, бросившей в него обломок жорного. Таким образом, проклятие Иоафама постигло и Сихимлян за нечестие, и Авимилеха за брата убийства. Празднующее царское миропомазание сыны России. Не постигнет ли праведное наказание Божие и наших изменников, покушавшихся на убиение Богом, помазанного на царство царя нашего, предка, которого, Богом, помазанное некогда на царство русское, возвеличили его и возвели его на степень первенствующей державы в мире. И чем бы мы стали россияне без царя? Враги наши скоро постарались бы уничтожить и самое имя России, так как носитель и хранитель России после Бога есть государь России, царь самодержавный и без него Россия не Россия. Да хранит Бог России царя России, если не ради русских, ставших недостойными по своим великим грехам, то ради церкви православной, ради всех святых и ради всех чудес, явленных в России в прежние века по предстательству и заступлению Божьей Матери и святых чудотворцев русских, коими нескудна русская церковь и русская земля. Аминь. На день священного миропомазания и венчания на царство благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя императора Николая Александровича, Господи есть царство и он владыка над народами. Псалом 21-29. Божие ли царство Россия из года в год церковь и Россия благодарно воспоминает и светло торжествует день священного миропомазания и венчания на царство благочестивейшего государя нашего императора Николая Александровича и прославляют Господа возложивши на него честь и величие по выражению царя пророка и на голову его венец из чистого золота. Псалом 24. Миропомазание царское есть знамение излияния благодати Духа Святого Господа животворящего на лицо помазуемое и мудрости и силы для управления подданными. Это священный обряд есть Божие установления. О Давиде помазанном на царстве Самуилом пророком сказано в бытописании как он был запечатлен елеем стал носиться над ним Дух Божий. Сам царь Давид вот что говорит о благодатном действии на него священного помазания и силы Божьей сообщенной через него. Бог припоясывает меня силой и устрояет мне верный путь. Делает ноги мои как у оленя и на высотах моих поставляет меня. Научает руки мои брани и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения Твоего. Ясница Твоя поддерживает меня и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною и не колеблются ноги мои. Я преследую врагов моих и настигаю их и не возвращаюсь доколе не истреблю их. Поражаю их и не могут стать. Падают под ноги мои. Ибо ты припоясал меня силой для войны и изложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих и я истребляю ненавидящих меня. Я рассеиваю их, как прах пред лицом ветра, как уличную грязь покираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главой иноплеменников, народ, которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуются мне. иноплеменники ласкательствуют передо мною, иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой. Да будет превознесен Бог спасения моего, Бог мстящий за меня и покоряющий мне народы и избавляющий меня от врагов моих. Зато буду славить тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени твоему величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику твоему Давиду и потомство его вовеки. Салом 17, 33. Видите, какую силу имело для царя Давида священное помазание или точнее излияние елея на голову его и чем был Бог для него как царя народа избранного Бог управлял так сказать всеми шагами всеми действиями Давида через него царствовал сам над Израилем царство Давида было поистине Господне царство но и Давид был царь по сердцу Божию Яне 13 22 как засвидетельствовал о том сам Бог и был истинным пастырем народа еврейского как царь и вместе пророк научая его непрестанно правой веры и строгому благочестию знаменитыми своими боговдохновенными псалмами и стройным богослужением он вел частые войны с внутренними и внешними врагами победил всех их и доставил преемнику своему Соломону мирное царствование можно ли сказать о нашем отечестве настоящего времени что оно есть Господне царство и Господь есть владыка русского народа по правой вере христианской апостольской неповрежденной мудрованиями человеческими по православному чину богослужения и таинстве по силу знамений и чудес совершающихся от мощей православных угодников Божиих и чудотворных икон и вообще по бесчисленным знамениям милости Божией совершающимися даны над верными христианами и по доброму благочестивому в житию немалого числа истинных христиан между русскими Россию можно назвать царством Господним это впрочем только с одной стороны с другой же по причине безбожия и нечестия многих русских так называемых интеллигентов сбившихся с пути отпадших от веры и поносящих ее всячески поправших все заповеди Евангелия и допускающих в жизни своей всякий разврат русское царство есть не Господне царство а широкое и раздольное царство сатаны глубоко проникшие в умы и сердца русских ложно ученых и недоучек и всех широко живущих по влечению своих страстей и по ложным превратным понятиям своего забастовавшего ума презирающего разум Божий и откровенное слово Божие и потому смотрите что творится в нем в настоящее время повсюду забастовка учащихся и рабочего в разных учреждениях людо шум партии имеющих цель не спровергнуть настоящий установленный Богом монархический строй повсюдное распространение дерзких безумных прокламаций и неуважение к авторитету власти Богом поставленной ибо нет власти не от Бога существующей же власти от Бога установлены по апостолу дети и юноши вообразили сами себя начальниками и вершителями своей судьбы браки потеряли для многих всякое значение и разводы по прихоти умножились до бесконечности многие дети покинуты на произвол судьбы неверными супругами царствует какая-то бессмыслица и произвол это ли царство православное «бессмыслие» «бессмыслие» Продолжение следует...